Всем добрый день! Сегодня мы с вами будем делать домашнюю маску, которая является альтернативой салонной процедуре. А именно, сейчас в салонах очень популярны маски, что называется два в одном. Детокс маска с омолаживающим эффектом, в основе которой есть глина, присутствует глина и какой-то вид растительных масел. Ну и конечно, в салоне такие маски обогащаются не только витаминами, которые мы тоже сегодня, кстати, будем использовать, но еще всевозможные разработки известных косметических лабораторий. Тем не менее, еще раз повторено, сегодня домашняя маска, которая является альтернативой салонной маски Детокс. Ну и это еще не все. В прошлом ролике я говорила с вами о такой проблеме, как возрастные или старческие, или печеночные пигментные пятна. И сегодня мы с вами, точнее наша маска будет делать акцент на то, чтобы убрать вот эти самые возрастные изменения на нашей коже. Конечно, не сразу, не после первой процедуры, но тем не менее, результат будет после курса из 8-10 вот таких подобных масок. Итак, давайте делать нашу маску. Она у нас сегодня многокомпонентная. Во-первых, в ее основе глина. Вот я сегодня буду использовать косметическую голубую глину, обогащенную уже минералами мертвого моря, спирулиной и хитозаном. Вы можете использовать ту глину, которая вам нравится, которая вам подходит по типу кожи или решает ваши проблемы. Опять-таки, обогащая эту маску, я вот специально беру глину, которая содержит в себе еще дополнительные компоненты. То есть, у нас акцент, он такой существенный ход. Следующий вариант. Какое растительное масло я буду использовать? Масло виноградной косточки. Я говорила о нем в прошлом ролике, советовала использовать его и в уходной косметике, можно, в принципе, и в пищу, потому что оно непосредственно влияет на образование вот этих самых старческих возрастных или печеночных проб. Ну и плюс великолепно подтягивает нашу кожу, то есть разглаживает морщинки и придает коже упругость. Дальше масло зародышей пшеницы. То же самое. Мощный антиоксидант в борьбе с пигментацией плюс омолаживающий эффект. Дальше. К этой маске я буду добавлять небольшое количество глицерина. Поскольку идет акцент на омоложение, я же не буду делать акцент на сколько важен глицерин в плане увлажнения кожи. То есть, опускаю. Следующий момент. Мы к этой маске, то есть, вот эта наша основа, будем добавлять витамины. Я уже в шприц набрала никотинку, то есть, никотиновую кислоту, которая является одним из грендентов такой профессиональной косметики. Ну и к этой маске мы с вами будем добавлять витамин Е, мощный антиоксидант и витамин молодости красоты, витамин А. Итак, приступаем к нашей маске. То есть, видите, у нас сегодня с вами семикомпонентная маска. Вы можете, смотрите, вы можете глину на свое усмотрение, масло то, которое у вас есть, например, брать рыжиковое масло или льняное. Если мы с вами занимаемся профилактикой возрастных пигментных пятен. Глицерин на ваше усмотрение, ну и витамины, ну, желательно, чтобы они у нас присутствовали. Их нам заменить просто-напросто нечем. Итак, что мы с вами будем делать? Мы с вами по одной столовой ложке растительного масла. Я делаю смесь, сразу говорю, что вы можете уменьшить дозировку. Я делаю смесь из расчета того, что я обязательно буду наносить на зону шеи, декольте и на свои руки. И столовая ложка масла зародыша и пшеницы. Теперь к этому количеству я добавляю треть, всего лишь навсего треть чайной ложки глицерина. То есть, для того, чтобы глицерин поработал у нас над увлажнением кожи, да, его нам нужно в концентрации не более 5% к общей массе. Поэтому треть чайной ложки вполне достаточно на всю вот эту массу нашу. Дальше. Дальше мы с вами добавляем глину. Теперь смотрите, глину мы добавляем до консистенции, которая нам нужна. То есть, кому-то может быть маска будет удобно пожиже, а кому-то захочется маску по консистенции, скажем, густая сметана. Вот пока я добавила полторы столовых ложки глины. Я не люблю, когда маска течет, потому что все равно придется прилечь, и если очень жидкая маска, она у вас начнет течь. Я делаю такую консистенцию, чтобы я смогла нанести прилечь, и маска уже не растекалась. То есть, вот, в принципе, такая масса, вот такая масса показываю, да, вот полторы столовые ложки вполне достаточно. Ну, а вы делайте так, как вам удобно. Сделайте чуть погуще, можно чуть погуще. Наноситься она уже будет немножечко сложнее за счет густоты. Но еще раз повторю, мне вот эту всю массу нужно нанести на зону лица, шеи, декольте и мои руки. Поэтому, вот такие пропорции. Итак, столовая ложка масла виноградной косточки, столовая ложка масла зародышей пшеницы, полторы столовые ложки глины и третьей чайной ложки глицерина. Теперь, к этой всей массе я добавляю одну ампулу никотинки. Я просто-напросто, чтобы при вас не вскрывать ампулу, не набирать, я уже приготовила. В эту же массу две капсулы, две капсулы витамина А. В связи с тем, что мы с вами используем витамин А, то эту маску, если у нас активное солнце, лучше делать вечером, потому что витамин А повышает фоточувствительность, то есть делает уязвимой нашу кожу к ультрафиолету. И не злоупотреблять, то есть делать не чаще, чем два раза в неделю. Выдавливаем содержимое. Либо же порядка пяти капель, если у вас вот в таком флакончике. Ну и пять капель витамина Е. Два, три, четыре, пять. Все. Наша маска готова. Теперь нам нужно очень тщательно все это перемешать. То, что попало, допустим, на ложку. И мы массу наносим на чистую, предварительно очищенную кожу. Теперь смотрите, вы можете варьировать. Если вы, допустим, умываетесь и протираете лицо тоником, то эта маска будет делать акцент на омоложение. То есть питательные вещества будут, скажем так, как уходное средство больше. Если же вы кожу предварительно умываете, но не используете, очищаете, точнее, но не используете тоник, то эта маска здесь основную роль сыграет глина. Именно будет работать как детокс. Если у вас, скажем, пигментация, то вам желательно наносить эту маску перед применением тоника. Если же вы в более молодом возрасте и хотите делать эту маску в качестве омолаживающей процедуры для профилактики, вы ее можете наносить после умывания и тонизации кожи. Маску мы наносим на 15-20 минут. Во время нанесения, я сейчас покажу, кожу желательно массировать по массажным линиям. В течение 3-4 минут обязательно помассируйте. Уделите внимание зоне Т-образной, там, где черные точки, расширенные поры. То есть, это маска, еще раз напомню, не только детокс, да, вот, токсины, шлаки, но за счет глины она великолепно еще очищает наши поры, убирает черные точки, стягивает. Маска универсальна, годится для всех типов кожи. Вот, если хотите в плане очищения, обязательно помассируйте в течение 3-5 минут. Ну и оставшееся время желательно прилечь, не ходить. Маску мы не наносим на область вокруг глаз, только лицо, шея, декольте и можно руки. По стечении 15-20 минут мы маску смываем обильно, водой комнатной температуры. И, если есть необходимость нанести крем, пожалуйста, наносите. Если вы чувствуете, что ваша кожа увлажнена, подпитана, вы можете уже крем не наносить, потому что у вас и так 3 компонента было, всевозможных питательных ингредиентов, то есть масло виноградное, зародыши пшеницы и глицерин. Так что вот такая вот потрясающая маска. Берите себе наворжение. Ну и напомню, что ее лучше делать не чаще, еще раз, не чаще, чем 2 раза в неделю в вечернее время. Ну, критерий такой, за час-полтора до сна это минимум. Ну, желательно промежуток с 5 до 8 вечера. И желательно пройти курс 8-10 масок. То есть, если вы в течение месяца поухаживаете за своей кожей с помощью вот такой маски, то вас очень порадует результат в виде ровной сияющей кожи. Ну и, конечно, количество морщинок значительно сократится. Ну, я вам желаю быть здоровыми. Берите себе на вооружение и будете красивыми. Если вам понравилось это видео, нажимайте кнопку «Большой палец вверх», которая есть в описании к этому ролику. Если вам видео не понравилось, ставьте «Большой палец вниз». Но если вы хотите высказать свое мнение, похвалить меня, поругать или предложить новую тему к следующему видео, то оставляйте, пожалуйста, свои комментарии в описании к этому ролику. Если же вы хотите видеть следующие новые видео, но не подписаны на мой канал, то нажимайте на кнопку «Подписаться», которая тоже есть в описании под этим роликом. Ну, а если вы подписаны, но по каким-то причинам пропускаете выход новых роликов или же наши прямые трансляции, когда мы с вами можем пообщаться онлайн, то нажмите, пожалуйста, на колокольчик, который находится в этой кнопке «Подписаться». И тогда вы будете получать уведомления про выход новых роликов или же информацию о том, когда у нас будет ближайшая прямая трансляция. Спасибо.